Проект появился изначально в Санкт-Петербурге, несколько лет назад, года 4 назад, если не ошибаюсь. У нас он появился в феврале прошлого года. Основная суть движения – это провожать девушек вечером в позднее время, когда никто не может встретить, родители, брат, друг, парень, муж и так далее. Возвращаться страшно. Основная работа ведется через группу ВКонтакте, через социальную сеть. То есть там есть ссылки на координатора, на руководителя проекта, на нашего онлайн-координатора. Либо позвонив по номеру, телефону, тоже в группе все указано. По статистике обращение зимой, то есть летом у нас перевозы тиши, был в прошлом году. Вот в этом году опять по лету студентки уезжают, как-то народ становится меньше, люди отдыхают, гуляют, не так боятся возвращаться вечерами, не так темно и так далее. По весне у нас количество добровольцев доходило до 35. Заявки сначала ребята оставляют в группе, опять же, после чего мы созваниваемся с ними, договариваемся о встрече. Проверяем паспортные данные, то есть что там нету никаких каких-то странных. Ну и как бы человек, который не боится оставить свои паспортные данные, ну уже как бы вызывает небольшую анатолику доверия. После чего собеседование устное обычно проходит либо только со мной, либо со мной и со нашим спортивным организатором. Вот если все устраивает, человек устраивает нас, ну нам подходит, тогда там небольшой тест по физо. То есть, либо, ну регулярное впечатление наших тренировок. Люди совершенно разные, там от студентов до там рабочих и военных там по контракту. То есть, совершенно разный контингент и по возрасту. Ну возраст, так, средний, конечно, скажем, там от 20 до 30 лет. Никаких специальных навыков мы от ребят не требуем. То есть, у нас проводятся тренировки по боевому самбо. Все желающие приходят, занимаются. Было пару раз то, что провожал девушку. Она жаловалась, что в парке бегала, у них там какой-то парень завелся странный, который там подбегал и девушек трогал, скажем так. То есть, ну вот от таких неадекватных личностей, ну и просто от каких-то там пьяных, озлобленных людей, там неадекватных себя ведущих вечером. В принципе, все обычно, все тихо, спокойно. Были пару раз прецеденты, когда девушки прям сразу говорили, что мне там угрожают, или там за мной парень там следит, я боюсь там домой возвращаться и нападает, а милиция ничего поделать не может. Были случаи, когда там по два добровольца ездили провожать, ну, чтобы обезопасить девушку и себя. Ну и даже в таких случаях, как бы все спокойно. Были несколько таких случаев, когда девушки там, ну, несколько раз обращались, бывало, что даже подряд, вот, ну, входили в положение, там разные люди просто ездили провожать. Но, опять же, не назову это злоупотреблением, потому что у девушек действительно были такие моменты в жизни, что там с работы поздно несколько дней подряд задержали, или там тренировка по танцам. То есть, вот, одна девушка даже сразу сказала, я вам часто буду звонить, ну, звоните, будем по возможности, как бы, провожать. И нет никаких порогов, что вот, строго от 18 до 25, и все, вам 26, до свидания, вы нас не интересуете. Нет, бывало, что и женщины звонили уже, взрослые, как бы, ну, не то, что там бабушки, но взрослые женщины. Одна даже позвонила, сказала, вы знаете, я вот не совсем девушка, я говорю, это как? Ну, мне 37, я говорю, ну, девушка, нормально, все в порядке. А, ну, тогда хорошо, тогда проводите. Ну, в движении большинство, скажем так, парней женаты, либо встречаются уже с девушками, и, как бы, ну, какая нормальная жена, отпусти там мужа, да? Вот, и, да, парни сами никогда там не позволяют себе ничего лишнего в общении с девушками. Ну, и того же мы хотим от девушек. У меня нормально моя девушка относится, то есть, вполне, собственно, из-за нее все и началось. Ну, вот, но она сказала, буду ездить с тобой, провожать, я говорю, поехали. Сделать город просто маленько спокойней, маленько безопасней. Поменьше в сводках новостей видеть о том, что кого-то где-то убили, изнасиловали, ограбили, не дай бог. Такое моральное удовольствие для себя, просто осознание того, что ты что-то делаешь. Если ты можешь это сделать, то ты делаешь это, а не сидишь на месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...